Всех приветствую на своем канале. Жительница Саратовской области объяснила, зачем отравила дочей трех внуков. 49-летняя Лидия Ширяева подмешала яд в молочный суп и спокойно накормила им семью, дочей трех внуков. Она не могла больше тащить ее на себе. В этой нашумевшей истории, случившейся в конце прошлого года в крошечном селе Александровка Саратовской области, где всего-то и живет человек 250, могло бы и не случиться столь драматической развязки. Когда в декабре 2021 года там погибли трое детей и их 23-летняя тетя-инвалид, все и отец малышей, и соседи семьи, и друзья с родственниками решили, что стряслось ЧП бытового масштаба. Ужасная, но случайность. Просто дети вместе с тетей, случайно съели что-то. В официальных сводках, как часто это бывает, правоохранители так и писали, отравились неизвестным веществом. Как выяснило следствие, за несколько дней до трагедии, в доме травили насекомых. Бабушка деток, Лидия Ширяева, и ее сын Александр, хоть и жили с погибшими в одном доме, но каким-то чудом выжили. Так, видимо, решило провидение. Но следователи в провидении не верят, поэтому, как предписывает протокол, отработали причастность первой к смерти родных. Все-таки странное дело, трое чем-то отравились, а она, единственный человек, который был в момент происшествия с погибшими дома, цела и невредима. На допросах Лидия Викторовна заламывала руки и удивлялась, как такое вообще может прийти в голову, чтобы она имела хоть какое-то отношение к беде, обрушившейся на нее бедную и ее несчастного сына. Словом, отпустили Ширяеву с миром. Временно, но расследовать возбужденное по факту дело, продолжили. Все село тогда помогало бабушке и отцу отравившихся деток пережить потерю. Собирали деньги на похороны, поддерживали добрым словом. Еще бы, разом потерять столько близких. Как такое перенести? Но прошло время и боль стала утихать, так устроена жизнь. Александровцы, погрузившись в рутинные заботы, почти забыли о трагедии. У кого, огороды, у кого скотина на выкорме, кто-то на заработки гоняет в ближайший городок Маркс, на заводы местные. И вдруг, новая информация. Шокирующее признание. Спустя полгода выяснилось, что никаким бытовым ЧП тут и не пахнет. Троих малышей, их тетю, страдающую ДЦП, лишили жизни умышленно. И сделала это та самолюбящая бабуля, в чем сама и призналась. Все это время правоохранители не оставляли попыток докопаться до правды. Проводились следственные действия, осмотры, обыски. В какой-то момент женщина и написала явку с повинной. Спокойно призналась, да, это я сделала. Сделала хладнокровно, заранее спланировав все, что будет делать. 11 декабря я начала готовить ужин, спросила у внуков, что они хотят. Они сказали, лапшу в молоке, раскрывая следствию детали преступления. Ширяева не проронила ни единой слезинки. Или ей не жаль родных, или просто устала жить с виной и ждать. Я добавила соль для вкуса, поставила, что постывала. Пока все отвлеклись, я вышла на улицу и занесла пакетик с отравой. Я знала, что у мужа в бардачке машины лежит отрава. Добавила в суп, размешала. Потом накормила этим супом внуков и дочь. Когда малышам стало совсем плохо, бабушка отправилась с ними в больницу. А потом, потеряв разом четверых членов семьи, полгода горевала вместе с сыном. В селе сейчас только об этом и говорят. Никто поверить не может, что такое вообще могло случиться. И ладно бы семья была маргинальная, иные не до такого допиться могут. Так ведь, нет же, нормальные люди, обычные. А еще все пытаются понять, зачем и почему. Они переехали к нам два года назад, рассказала о семье Ширяевых Снежана Кузьминова, глава Подлесновского сельсовета, в состав которого входит Александровка. Купили тут дом, жили спокойно, хотя их было много. В доме жили сама Лидия Викторовна. Ее муж, брат-инвалид, у него что-то с ногами. Ее 23-летняя дочь, инвалид с тяжелой формой ДЦП и умственной отсталостью, сын и внуки, трое малышей. Никто не помнит, чтобы Ширяевы злоупотребляли алкоголем. Муж и сын Ширяевой неплохо зарабатывали на заводе в Марксе, а сама она занималась домашним хозяйством. Дети ходили в детский сад и школу в соседнее село Орловское, своей школы в маленькой Александровке нет. Выглядели опрятно, занятия не пропускали. Лидия Викторовна, как ответственная бабуля, ходила на родительские собрания, интересовалась успехами внучат. Кроме нее, детьми заниматься было некому, сын работает, а его жена, и вовсе жила сама по себе. Мать детей не участвовала в их воспитании, поведали односельчане Ширяевой. Она два года, как уехала в Москву на заработки, но денег не присылала. Только звонила детям, поведя связи общались. Все заботы легли на бабушку. Лидию Викторовну такая ситуация раздражала, она хотела лишить сноху родительских прав, а опеку над детьми официально забрать себе. Незадолго до трагедии, в конце октября 2021 года, в семье Ширяевых стряслась другая беда. Муж Лидии Викторовны попал в аварию, получил серьезную травму головы. Врачи не смогли ему помочь. После аварии он уже не смог встать на ноги, лежал дома, угасал, промучился месяц и умер. Родственники, соседи и руководство завода, где тот работал, помогали семье. Но горе подкосило Лидию Ширяеву. Потеряв любимого мужа и опору, женщина впала в тяжелую депрессию. Многие односельчане уверены, Ширяева решилась на страшное преступление, не справившись со свалившейся на нее ношей. Просто не выдержала, закончили силы тащить на себе эту ораву. Но точные выводы сделает следствие. Предстоит еще множество экспертиз, в том числе психологическое. В каком состоянии была преступница, адекватно ли как решилась на страшное и как планировала с этим дальше жить. К слову, остатки отравленного супа Ширяева предусмотрительно вылила, а своих мужчин накормила другой, чистой едой. Избавиться бабуля решила от тех, с кем было больше всего хлопот. Ширяева раскаялась. Написала явку с повинной. Сейчас она ждет суда в СИЗО, сказали журналистам следователи. Тем не менее, сын Ширяевой не верит в то, что его мать решилась на это страшное преступление. Может быть ее убедили, что нужно так сказать. Она не могла такое совершить, говорит обескураженный Александр. Сейчас в опустевшем доме он остался вдвоем с больным дядей.